Знаете ли вы, что в Магнитогорске есть удивительные места? Зеленые такие, уютные, с видом на море, на чистый такой опрятный город, с развитой инфраструктурой, как тут дороги, электричество, магазины. Места свободные от шума и гаммы, и вида на завод, без которого нам не жить. Нет, дурь, травка я не балуюсь, да и вам не советую. Но обалденный вид и удобство расположения. И это только сады-коммунальщик. Естественно, у садоводческого хозяйства нет денег на такой пиар. Да он им и не нужен. Но забавно, что сады, легкие и по сути жизнь города обделены вниманием инвесторов и тех, кто желает жить индивидуально и свободно. И домыслы про канализацию, водопровод и отопление – это домыслы ленивых и богатых, потому что умелые и находчивые все это организуют, как это сделано на банном, например. А теперь стоимость участка на банном и полутора гектаров земли в этом живописнейшем месте. И скажем, за стоимость участка на банном, за стоимость третьей участка в поселке Крылова или новомодных аналогичных образованиях вы приобретаете полтора гектара земли. Естественно, у того, у кого в планах не стоит приобретение гольф-клуба, возникает вопрос. А попилить можно? Естественно, можно. И вот вам пару телефончиков. А пока вы внимательно записываете, обратите внимание на мечту поэта. И вот я бы себе отхватил кусочек за 500 тысяч. С вот такой панорамой. Итак, внимание, вот слева прям до права. Такой скромный участок земли с зеленью, с электричеством, рядом с дорогой, в одном кадре. И все-таки в городе Магнитогорске проблема не только с воздухом, но и с тем, что туда добавляют. Это вызывает приступы слепоты и слабоумия. Потому что мы не видим очевидных вещей. Нам хочется домик в деревне, в озеро. И мы готовы туда ехать за 150 километров. Хотя здесь, в городе Магнитогорске, есть такие места. Нет, конечно, ни поселок Крылова. Это даже не Хуторки, ни Прибрежный. Ну, в Прибрежном есть узкая полоска самых счастливчиков. А вот, пожалуйста, сад коммунальщиков. Городская черта. Вся инфраструктура. Электричество. Вода, естественно. Канализацию делаете. Сейчас есть автономную. Хотите, клуб вы организуете. Место полтора гектара. И полтора гектара земли по цене всего полтора миллиона. Ну, пропорционально, да. Скажу, сколько стоит такая земличка на банном. Такая земличка на банном стоит 19 миллионов рублей. То есть, ну, там в два раза больше. Смысл. Сейчас можно в городской черте делать себе настоящую сказку. Ну, рай практически.